Приветствую вас! В своем тексте вы не указали один важный, на мой взгляд, момент. Это момент, связанный с тем, когда ваш молодой человек поменял свое отношение к вам. То есть, вот он, значит, все обеспечивал сам, да, два года до этого, а потом, как-то редко, да, он изменил свое отношение, вот, и стал вести себя по-другому, то есть, что-то изменилось. У вас, ну, в ваших отношениях что-то поменялось, видимо. Вот. И это ключевой момент, потому что вы, получается, сдали свои позиции в этом контексте. Вы сдали свои позиции именно в том контексте, что мужчина перестал вас обеспечивать, стал от вас постоянно что-то требовать, а вы... Вы принимаете его требования и делаете, значит, то, что он хочет. Что ни в коем случае не способствует тому, что человек начинает вас, например, больше ценить, больше любить, уважать и так далее. Как наладить отношения с мужчиной, значит, ответ на этот вопрос заключается в том, к чему вы готовы. То есть, если вы готовы подчиняться, если вы готовы делать все, что он говорит, если вы готовы выполнять любую прихоть молодого человека, и если вам такая позиция, такая ситуация в целом нравится, то это можно принять. Понимаете, наладить отношения с мужчиной можно только, если он начнет бояться вас потерять. Либо полностью принять все его условия, определив для себя цену, которую вы готовы за это заплатить. Вот, если цена приемлема, по вашему мнению, то имеет смысл с мужчиной оставаться и строить отношения с ним так, как он хочет сейчас. Если вас не устраивает, то тогда нужно понимать, что слова человека не заденут. Мужчина редко когда понимает именно слова. Чаще мужчина лучше понимает поступки, лучше понимает какие-то обстоятельства, лучше понимает изменения в реальном мире. Поэтому вариантов у вас по факту два. Первый вариант вы отказываетесь тащить на себе весь груз отношений и предлагаете мужчине делать все пополам. То есть, чтобы он от вас не требовал ничего лишнего. Чтобы он уважал вас, считался с вами и так далее. То есть, просто вы определяете для себя половину, ровно 50% ответственности за ваши отношения и делаете их. То есть, эти 50% вы выполняете, ну или обигрываете. Если мужчина не согласен, то вы сначала перестаете с ним взаимодействовать вообще. А потом уезжаете к себе, если на него это не подействует. Но, есть одна деталь, которая на мой взгляд здесь является ключевой. Вы говорите, что ради него выбросили родителей, друзей, учебу и родной город. Подобное поведение пока косвенно демонстрирующее вашу психотическую, то есть зависимую от человека модель поведения. Вот подобное проявление говорит о том, что вы нуждаетесь в человеке, нуждаетесь в нем достаточно сильно. И эта нуждаемость в нем вполне может быть отдельной проблемой для вас. То есть, конечно, мужчина любимый, конечно, человек любимый, но бросает на родителей, друзей, учебу. Это, по моему мнению, через шифр. И то, что вы это сделали, говорит о чрезмерном его значении для вас. А значит, в определенных проблемах именно у вас. И если у вас есть определенные проблемы, именно у вас есть определенные проблемы, которые обусловили то, что значение молодого человека стало таким большим. Если определенные проблемы есть у вас, то эти проблемы нужно решать вам отдельно, потому что они появились, скорее всего, до него, скорее всего, гораздо раньше. Нельзя не обратить внимание и на то, что мужчина перестал делать что-то для вас после того, как вы бросили ради него все. То есть, по сути, как только он понял, что вы, ну, сожгли все мосты, от него. Дороги назад нет для вас, подумал он и начал вами манипулировать. Потому что, по его мнению, вы от него теперь никуда не денетесь. Я не говорю о том, что это на 100% так, потому что не знаю. Может быть так, может быть нет. В любом случае, с этим нужно разбираться дополнительно. Но пока получается так. И в этой ситуации, в ситуации, когда такое возможно, ну, молодому человеку стоит относиться как минимум осторожно, не то чтобы с недоверием, а скорее внимательно. Понимаете? Потому что, ну, если это совпадение, то какое-то уж оно очень, знаете, правильное. И опять же, по моему мнению, совпадений не бывает. Вот так. Наладить отношения можно. Для этого нужна стратегия поведения. Для этого нужен план. Который предусматривает особенности психологического портрета вашего молодого человека. и возможные способы воздействия на него. И вот тогда, когда вы попробуете это сделать, когда и если вы будете следовать плану, и у вас ничего не получится, план можно составить с психологом, например. Да? Ну, то есть поймите, я могу вам сейчас набросать план. Ну, в принципе, я уже сказал, что делать. Но детали все равно будут опираться в индивидуальные особенности вашего молодого человека. Именно детали. Детали важны. И если вам важно все наладить, то вы обязательно поработаете с психологом, хотя бы одну консультацию, и разберете все подробно. Может быть, потом вам захочется поработать уже непосредственно вот со своей проблемой. Может быть. Но это детали. Это детали. Так вот. Вот. Когда и если вы попробуете наладить отношения и сделаете от себя все возможно, при этом не унижаясь, не прогибаясь, да, и жертвуя собой. Когда вы все это сделаете, и если не будет результата, тогда можно будет плевать на все и уезжать домой. Но, с другой стороны, понимаете, если вы уехали, значит, либо вас там ничто особо не держало, либо вас там слишком тяготило что-то, либо вам очень сильно был нужен молодой человек. То есть, уехать-то можно, а вот будете ли вы счастливы? У меня нет ощущения, что у вас имеется внутренняя гармония и внутренний баланс. Если только вы не считаете, что женщина должна подчиняться мужчине и быть его рабыней какой-нибудь или что-то типа того. Вот. Я думаю, именно так можно ответить вам на вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!